Мы уже давно знаем, что Samsung собирается выпустить облегченную версию Galaxy S20, чтобы как-то загладить провал основной линейки S20. Сегодня у нас появилась новая информация касательно камеры будущего смартфона. Недавние слухи предполагали, что для этого устройства будет использован новый 50-мегапиксельный сенсор Samsung ISSL GN1. Тем не менее, отчет из Южной Кореи предполагает более простую настройку камеры. Она будет состоять из 12-мегапиксельного широкоугольного, 12-мегапиксельного сверхширокоугольного и 8-мегапиксельного телеобъектива с трехкратным оптическим зумом. Там не будет T-off датчика или макрокамеры сзади. Спереди будет присутствовать 32-мегапиксельная селфи-камера. Galaxy S20 и Galaxy S20 Plus имеют те же основные и суперширокоугольные датчики, но отличаются телеобъективом на 64-мегапикселя, а Galaxy S20 Plus также имеет еще и датчик T-off. Ожидается, что размер экрана будущего устройства составит от 6,5 до 6,7 дюймов. Это означает, что он, вероятно, будет находиться между 6,2-дюймовым Galaxy S20 и 6,7-дюймовым Galaxy S20 Plus. В сообщении утверждается, что Samsung собираются выпустить Galaxy S20 Fun Edition в октябре этого года и планируют отгрузить 5 миллионов устройств в конце года. Цена может быть около 900 тысяч вон, что эквивалентно 750 долларов или 53 тысяч рублей. Galaxy S10 Lite стоил 650 долларов, когда он поступил в продажу в январе. Несмотря на не совсем низкую цену, у Samsung все же есть шанс сделать аппарат крутым. И один из способов это сделать – использовать чипсет Snapdragon 865 для Galaxy S20 Fun Edition во всем мире. Кроме этого, телефон будет иметь как минимум 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.